Большая пресс-конференция концерна Stellantis оказалась поводом показать в России новый Jeep Grand Cherokee 5-го поколения. К нам внедорожник будет поставляться исключительно в полноприводных версиях, а их целых три. Начиная от простенькой системы QuadroTrack с муфтой в приводе передней оси до продвинутой QuadroDrive с демультипликатором и блокировкой заднего дифференциала. Что касается моторов, то начальное исполнение Limited предполагает двухлитровую турбочетверку, как у текущего Wrangler. Старшие же версии Overland и Summit будут оснащаться атмосферным V6 и в том и в другом случае коробка восьмиступенчатый автомат. Могучего V8 в России не будет, не дождемся мы и дизеля, его у пятого поколения нет вообще. Цены раскроют позже, причем первый к нам придет двухрядный вариант, а к концу года довезут и удлиненную семиместную машину. Начнем продажи мы этой машины в четвертом квартале этого года, но сначала мы должны будем получить короткую версию, пятиместную, и начнем, по крайней мере сейчас план такой, чтобы машину мы получили уже в третьем квартале и начали ее продажи. Впрочем, новый Grand Cherokee не единственная новинка 22-го года. В мае обновится кроссовер Compass, а летом прибудет таинственная спецверсия Wrangler. Покинувшие наш рынок средний Cherokee и компактный Renegade уже не вернутся. Удивительно, что российский джип, имея больше общего с американским, нежели с европейским модельным рядом, в корпоративной иерархии подчиняется именно европейскому офису. Россия очень сильно зависит от омологации автомобилей, которые попадают на европейский рынок. Затраты на омологацию, сертификацию продукции, они очень-очень велики. И мы можем быть только лишь частью общей программы, как Россия, как часть Европы, при выводе на рынок тех или иных моделей. И если Европа принимает решение отказаться от какой-то модели, то нас это точно заденет. Конечно, мы не могли не спросить открыто, выйдут ли в России топовые внедорожники Jeep Wagoner и Grand Wagoner. Мы зависим от европейского рынка. То, что производит джип для Соединенных Штатов, не все оттуда попадает на другие рынки мировые. Добавим, что несмотря на усыхание гаммы с пяти до трех моделей, в прошлом году дилеры Jeep'а продали в России чуть больше полутора тысяч машин. Это на 4% больше, чем в 2020-м. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова